Здравствуйте, друзья! Вопрос. Можно ли в Америке продать идею? А именно, допустим, есть некоторое устройство, которое представлено довольно в широком диапазоне, но с некоторыми недостатками. Привесит вред здоровью. Такая мелочь. Некоторые недостатки. Используя новый концептуальный подход к данному устройству, эту проблему можно свести до минимума. И если возможно продать идею, то до какого уровня она должна быть развита. Нужно ли представить чертеж, материал, из которого сделать, или только достаточно концептуально. Значит, мы на самом деле в этом вопросе сталкиваемся с такой типичной ситуацией, с которой сталкиваются изобретатели. Значит, соответственно, есть изобретательское право, есть патенты, есть там ноу-хау, есть способы, и есть устройства, и так далее, и так далее. И если человек действительно интересуется, я думаю, что ему надо было бы вот с этого начать. Можно ли продать что-то? Можно. Если это то, что у тебя есть для продажи, правильно упаковано, да, то есть оно продается. Есть вещи, которые продать вообще нельзя. И если у тебя есть что сказать, потому что мысль о том, что у меня есть идея, она как бы недостаточно. То есть люди, которые деньги платят, они должны согласиться с тем, что эта идея продуктивна. Первое. Они должны согласиться с тем, что они не могут взять ее просто так бесплатно, не заплатив автору. А оно должно быть правильно, значит, оформлено так, чтобы не обойти было человека и так далее. Но я думаю, что... Так у нас короткий вопрос и короткий ответ. Я думаю, что... Это непросто. Это все непросто. То есть для того, чтобы заработать денежку, надо хорошо разбираться в том, что ты делаешь, как ты делаешь, и быть в этом вот, вот в этом, о чем идет речь, глубоко быть в этом. И тогда появляется возможность какая-то. Тогда ты знаешь, с кем разговаривать. Знаете, вот, например, у тебя есть хорошая идея, но ты не можешь добраться до того, кто бы сказал, о, вот эта интересная идея, мы ее берем, и мы там начинаем этим заниматься. Знаете, надо же добраться до этого человека. Поэтому значительная часть изобретений, которые внедряются куда-то, патентов, значит, все-таки создается в тех компаниях, которые этим занимаются, просто как естественный продукт того, что люди что-то делают на работе. Вот я работал в конструкторском бюро, например, там, ЦКБ Министерства связи. И в этом ЦКБ Министерства связи был отдел патентный, патентное бюро, как-то они там назывались, я не помню. Вот. Почему? Потому что, ну, постоянно люди создают какие-то устройства, они постоянно работают над техническими решениями. Эти решения, значит, надо защищать там изобретениями. И вот там сидят специалисты, которые помогают, значит, там, оформлять эти изобретения инженерам, которые не специалисты по оформлению изобретений. Вот, вот, собственно, и все. Поэтому все-таки изобретательская деятельность, она такая, ну, коммерческого уровня. Она все-таки связана с тем, что люди работают, каждый день этим занимаются, вот у них там все время есть какие-то решения. Если человек со стороны, то это намного сложнее. Не только потому, что, ну, он должен найти тех, кто ему поможет с этим, но это еще сложнее, потому что его оценка ценности изобретения, и это все очень болезненно, может быть, эмоционально, там, и так далее. То есть, его оценка ценности этого дела может кардинально отличаться от того, что скажут другие люди. Поэтому, что ж тут сказать? Значит, это тернистый путь. Но, к сожалению, просто так идею продать, ну, почти невозможно. Это должна быть какая-то уж такая идея, даже, я не знаю, что без автора она, как бы, не живет. Да, вот, там, придумал чего-то, вот, говорит, вот такая идея. Говорит, ну, да, говорит, но без него мы не сможем. И тогда возникает вопрос, сколько это стоит. Мир полон идей сегодня. Я несколько раз, вот, на каких-то семинарах, там, для стартаперов натыкался на то, что люди, которые опытные, и юристы, и такие консультанты по этому делу из индустрии, они все говорят, не прячь то, что у тебя есть. Иди к людям, обсуждай, разговаривай, потому что они говорят, вот сейчас я расскажу, меня украдут. Таких, как ты, уже десяток ходит, вот с этой самой идеей. Чем больше ты, чем больше ты видел людей, чем с большим количеством людей ты поделился идеей, они тебе что-то сказали, и так далее, тем больше у тебя шансов прорваться с этой идеей, потому что уже есть десяток примерно с тем же самым. Ну, вот, такой разговор, я его несколько раз слышал от совершенно разных людей. Поэтому, вот, такая маленькая мулька. Счастливо! 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 Продолжение следует...